всем привет друзья и гости канала я наталья успенская и вы в моем любимом цветочном уголочке это часть спальни которая отведена растением это не целая комната для растений как может показаться а самая обыкновенная спальня здесь большая кровать мой любимый велосипед для девочек вот видите тут написано мисс велосипед для мисс и в общем то обычная комната просто вот эта часть у окна оборудована для цветов все у меня постепенно переоборудовалась не сразу здесь раньше были шторы большие такие была тюль была компьютерный стол был кто помнит огромный такой компьютерный стол и вот постепенно мое цветочное хобби вот так вот разрастается один стеллажик появился на второй стеллажик появился из старой мебели осталось только вот эта тумбочка но надо же куда-то телефон и складывать и образовался такой уголок может быть он еще будет меняться я не знаю я ведь не могу заглянуть в будущее с одной стороны хотелось бы расширение цветочком ведь всегда тесно такая уж доля цветоводом постоянно искать места для новых горшочков а с другой стороны знаете если завести много растений то и ухода это будет требовать больше и времени тоже это будет требовать больше мне его и так ни на что не хватает поэтому мое желание к расширению цветочного пространства борется с рациональными рассуждениями поэтому я не знаю что переборет будет ли еще пополняться это пространство потому что вот если убрать например велосипед и можно поставить еще один стеллаж в принципе вот сюда вот станет ширина метр всего лишь но я об этом думаю не так вот как бы в планах а просто размышляю об этом нужно ли она мне а мы с вами сегодня будем серьезно разговаривать с одной маленькой растюшкой смотрите я ее уже поставила к вашему вниманию смотрите растение небольшое потому что это хоя триколор который у меня пыталась загнуться да она пыталась погибнуть был спасен черенок с растения растения потеряла корни черенок срезала он был страшного коричневого цвета не имея никаких намеков на жизнь долго стоял в воде и бац выдал прекрасный корешок вот я посадила этого спасеныша долго стоял воде я уже думала что спасать там нечего и вы думаете она меня отблагодарила о нет не всегда спасение растений получается ну таким как мы ожидаем дала побег номер один зеленый я на нее поругалась засушила точку роста самостоятельно дала второй побег и что и ничего ни одной пестры полосочки ни одного пятнышка вот ее этой хоечки изначальные листья она должна быть красивой пестролистной формы и вот какой она мне выдает результат но сегодня у нас будет не просто разговор как вы поняли я буду сегодня принимать кардинальные меры вооружаюсь нужными мне предметами и будем с вами резать я уже давно определилась что зеленый мне это хое не нужно дам либо она пробудет пестрые почки либо она мне не нужна совсем но не переживайте не так все кардинально и жестоко вот эти черенки зеленые я поставлю в воду прекрасно хое укореняется в воде и кому-нибудь их подарю потому что у меня тоже жалко растение выкидывать пусть даже и не такое интересное как хотелось бы мне тоже жалко я лучше подарю чем чем выкину вот это у нас черенок будет номер один обрабатываю перекисью сразу у хоечки много сока вытекает вот так вот сразу обработала пару капелек все зашипела и оставляю черенок подсыхать можно надолго оставлять хое достаточно терпеливые в плане потери тургора и можно смело на часа два точно можно оставлять и вот маленький вот этот черенок тоже мне не нужен потому что если почка проснется на нем она скорее всего тоже будет зеленая от зеленой веточки и ожидать ничего другого не стоит поэтому я буду срезать до в регатных листов ну уж извини хоечка но спасаю я тебя тут ходами не для этого действительно ходами потому что я приобрела это растение получается в мае не этого года а прошлого и вот она у меня чахла целый год в итоге потеряла корневую и я ее еще потом спасала несколько месяцев вот этот вот черенок стоял в воде очень долго у меня несколько раз пересыхала это вода я снова наливала в общем я не знаю каким чудом но он решил жить и вот так вот уже на протяжении полутора лет я эту хою пытаюсь к росту направить простимулировать причем не к простому а к в регатному по сорту вот скажите зачем мне это нужно да купила бы давно себе черенок какой нравится и растила бы растение уже красивое но так не интересно ведь но не интересно мне так я вообще люблю растение выращивать чуть ли не из крупинки из семян из самых маленьких черенков какой у меня был фикус твой лайт это тоже надо видеть вот такой вот черешок с спичку и один листик малюсенький и ничего растет растение а мне так радостно что она отзывается на заботу и хочется мне чтобы вот это хоя все-таки тоже отозвалась на мою заботу вот такая у меня цель да а чтобы узнать чем закончится ее приключение оставайтесь на связи и пока пока до встречи в комментариях